в моей жизни нет никакого счастья и я не выхожу из дома и я не хожу в поликлинику потому что ну вот у меня из-за вот эти вот чувства переживая меня угнетение из-за того что все вот эти люди но хотя бы из вот эти колюзи которые из моего города вот уже посылали меня трибук называли больным человеком ну то есть относились ко мне как не человек ну как не к человеку в общем оскорбляли не разговаривали даже не на попытку поговорить оскорбляю меня и посылали вот эти люди вот с которыми согнулся вот такой жестокостью ответ на просто здесь беспричинные у меня сильная от этого психологическая травма это осталось мне навязчиво болезненными воспоминаниями это все преследует и доводит меня до парлича и вот у меня например начинает болеть грудная клетка части тела вот и то есть ну я в любом случае не могу не пойду в поликлинику потому что я все вот эти вот ну ситуация они еще больше меня сделали загнутым и я стал еще больше боятся людей то есть я теперь в магазин то есть я стал получил действительно сильные сильным мучения и страх предпредит тревогу я не хожу теперь ни в какой магазин никуда уже ну если хожу то с ужасной тревогой потому что я здесь столкнулся с вот этими ну я уже об этом говорил я действительно чувствую что вот я на обочину жизни забит что меня окружают вот эти вот такие жестокие люди которые просто могут только ударить меня словом или делом и которые что я просто ну чувствую себя очень ужасно и задавлено еще больше тревожно то есть я я могу поверить почему-то хоть я и родился в этом городе жил себя не могу поверить что столько жестоко все здесь и почему такая зло его все такие злые почему такие злые и жестокие и китом ну бесчеловечные люди не знаю и почему я не могу быть счастлива ведь безусловно я был счастливым если бы не было столько агрессии и хамстро жестокости вот ты бесчеловечности вокруг этого мрака я ну и например я думаю что это из-за этого потому что я читал как-то давно что-то американских исследованиях что-то вот это в америке было что там ребята которые подвергались это даже просто в интернете буллингу или как-то называется которых там оскорбляли да вот в интернете просто в соцсети допить например в америке они у них наблюдались симптомы вот там депрессии каких-то вот боли и в желудке или в теле вот ну они действительно очень сильно это на их состояние отражалось на психическом и физическом то есть при том это столько просто только в соцсетях травли а ну то есть там несколько одноклассников может их там оскорбляли до кого-то и вот у него такие них кто с этим сталкивался вот в америке такие если мне а у нас конечно нет таких исследований чего у нас здесь не только вот я я усталкиваюсь не только в интернете в интернете здесь мне а еще и в реальности и еще то есть вот с этим же столкнулся только еще и дополнительной в реальности я думаю что у меня нету слов и я не знаю что сказать я я не могу бороться с этим сопротивляться я не знаю потому что если бы я просто не и не выходил никуда то его меньше этому подвергся потому что я бы я чувствую что единственное можно общаться с ними это только на таком же уровне на таком же бесчеловечном уровне я чувствую отчаяние и я конечно же хочу быть счастливым и быть понятным и иметь все то же самое что и они имеют те кто меня погнали в гроб они очень жестокие и оскорбляя разговаривают все время с позиции звери на домино то есть там у меня ну как бы меня животным называют или больным человеком или посылают требовали оскорбляют просто всячески всячески измывается вот я понимаю что никто мне не поможет и что я очень слабый и ничтожный ну то есть я имею ввиду что потому что никто бы не стал из сильных людей ну на такое жаловаться и с таким сталкиваться потому что то есть даже не то что сильных а просто вот кто угодно любой нормальный человек его не посылают так так как меня не называют животным так как меня не называют больным человеком так как меня не посылают в магазине там к ним не относятся вот так ко мне то есть я чувствую себя я не знаю как очень ужасно я по ним вижу вот что меня не считают даже то есть любой любой человек вот среднестатический он даже ну кто угодно он не сталкивается я уверен с этим то есть и меня просто ненавидят и презирает и чувствую что я проклятый чувствую себя и каким-то я даже не знаю как из какое слово подобрать вот и я доведен до отчаяния неужели чтобы они чтобы мне быть нормальным человеком мне нужно пойти там и нужно ну нужно вот с ними разговаривать очень агрессивно и жестоко и постоянно я просто не знаю как можно еще добиться уважения или какого-то через косшение наверно никак я не могу поверить что эти люди они я не знаю почему они так жестоки ко мне и не могу поверить что они ниже меня или там ну как-то что они недостойны потому что это потому что я не знаю я не могу то есть это бессмысленно это не надо мне говорить что ой ты выше и ты выше будь выше этого они просто не достоин этого на самом деле они я не считаю что кто-то не достоин этого или что я выше кого-то это совершенно не так этих этих людей все любят все все девушки их любят таких парней они успешны и у них все есть у них все есть чего нет у меня у них они полной мере лучше меня во всем но они почему-то настолько жестоки и бесчеловечно вот это вот действительно я чувствую что это действительно так потому что или я настолько не ужасные отвратительное ничтожество которые все здесь в городе в этом пытаются загнаить и уничтожить и втоптать и подтолкнуть к пропасти подтолкнуть падающего подтолкнил до них такое вот по сути своей на душе в на душевном подсознательном уровне и на общественном уровне здесь такая философия царит в крови в музеи которыми неужели я настолько ужасен и настолько отвратительным всем что что бы я ни делал у меня везде посылали прогоняли и везде ненавидели вот музеи вот я после музея сколько рисовал и я ничего злого никому не делал меня назвали змеей за пазухой там когда я пожаловался на то что мне чувствую себя плохо того что меня там работники это дворники это музея оскорбляют там мои рисунки я не знаю почему ко мне жесткая жестокость я не заслужил такое и это значит что ну ну и что с этим поделать что такие жестокие да и такие такая вот жестокость бессердечность бесчеловечность потому что я например если что-то ну кого-то там обидел то я чувствую угрызение совести это действительно так и до сих пор меня преследует это я до сих пор это чувствую просто я об этом не ну как бы я могу ну я просто не хватает слов чтобы сказать я не говорю потому что я боюсь там вот но я сильно все чувствую на самом деле но эти вот ребята это они ну люди тут они никогда не чувствуют никакого если я вот допустим совершу самоубийство то они только порадуются посмеются и вот вас уверяю вот этот макс пакин он посмеется и он будет еще над моим трупом надругаться потому что я когда я умру то есть мой труп попадет в морг там или то есть туда где он работает чего бы я не хотел но этого не избежать я чувствую что это какие-то ужасные люди меня называют уголовник из москвы меня называл животным и угрожал мне там то есть они меня не считают ну и вот в моем городе меня посылают все и они не считают меня за человека а сами они являются людьми потом это Диуллин ну и один мужик там который компьютерщик он тоже вон в общем по ну который вот с которым я как-то давно рассказывал немножко что я он меня там называл ну в общем я просил компьютер починить и отнес ему там и там это затянулось очень длительное время потому что он разговаривал он хамил мне ну то есть он постоянно на меня как-то жестоко слова вот словами жестокими со мной разговаривал как будто постоянно со злостью с какой-то раздражением я там даже записал один момент ну разговоры нашего где я не выдержал уже и сказал спустя несколько дней что вот ты тут как-то жестоко немного все это говоришь там а он сказал еще более жестокую фразу ну что сказал привык общаться с более что-то там с более ну короче унизил меня сказал что это видимо твоя природа такая и что я привык общаться с людьми которые быстрее соображают что-то такое ну что за примерно такой сказал то есть и он по кришна и кришна и ты там он постоянно поэтому очень фанатеет ведь ну и я вспомнил ну я знаю что там у них есть тёмно типа есть три касты это тёмные люди там это люди страсти и люди люди таноса это вот он меня к ним причислил люди страсти и люди там просветления и вот он себя считает либо просветлением либо человеком таноса там а меня он он причислил к касте как бы самой нише да вот то есть и сказал так то есть и я здесь повсюду вот это или например там участковый когда я когда меня вот этот мужик назвал больным человеком в магазине когда я пытался поговорить я шёл потом участковый там и участковый позвонил мне ну я заявление писал участковый позвонил мне и сказал что попей таблеточек вот мне сказал так может полежать таблеточек еще сказал что может это я виноват что сам что ко мне все там докапываются на меня нападают и сказал еще что потом вы же понимаете что россия никогда не будет цивилизован и там а потом когда вот по поводу этого Макса Петина который издевался там и оскорблял оскорблял тоже вопрос скриншот вот ну где он оскорблял меня вот скриншот отправил где он последнее сообщение написал со всей и бесчеловечностью меня оскорблял в общем у нас в МВД там я не помню там мне позвонил какой-то другой участковый и тоже он я попросил просто его представиться он сказал ну если с память если память с памятью плохо то могу повторить ну и повторил ну я после этого уже понял ну ужасно расстроился я понял что больше я никогда не буду обращаться никуда никуда здесь никуда ни в поликлинику ни в полицию ни в Роспотребнадзор никуда ни в магазин потому что везде я сталкиваюсь с ужасным отношением я не понимаю почему я такое заслуживаю что я сделал им я хочу извиниться перед всеми кого я мог обидеть или и какую-то причинить боль потому что я сам на самом деле это постоянно чувствую ужасно мне это преследует ужасно знаете как военных которые ну на войну пережили они их потом преследует это вот всю жизнь вот эти воспоминания как они там что-то такое ну стреляли там или что-то делать или когда видели их товарища ну что-то такое да я понятно что то что я ну я то же самое переживаю только просто когда я пытался когда конфликты какие-то были на бытовом уровне просто вот когда я пытался защититься или кого-то защитить да меня это преследует или когда меня оскорбляли или я когда оскорблял это меня это все ужасно преследует ужасно полезно эти люди то уже давно даже забыли об этом но меня это все равно гложет и преследует но я ужасно чувствителен и если я не знаю если вы можете меня понять то я прошу только я только хочу я я на грани самоубийства мне очень плохо я чувствую себя ужасно я понимаю что говорить об этом никакой нормальный человек не будет так говорить я вот я очень зажалею что я не могу быть нормальным не не больным человеком как выразился продавец что я так страдаю и мучаюсь от всего от того вот жестокого бесчеловечного отношения вот которое принято здесь и от того что мне приходилось когда-то даже когда я ездил в Москву приходилось реагировать на это и как-то пытаться защититься или ответить агрессии на агрессию там потому что я не мог достучаться до них по-другому и я проявлял и вот в Москве я агрессивно что-то кричал там когда я не мог потому что у меня они закрыты от диалога вот все вот эти люди там один мужик который на которой с которым конфликт у меня был он просто я попросил его извиниться за то что он мою девушку и смотрел и фотографировал еще ну ее не голая просто фотографировал и попросил его извиниться он начал на меня оскорблять и мою девушку потом с такой злостью на нас гнать что я просто не выдержал и я не мог никакого не было выхода это никакого было не было выхода я вот если меня провоцировали и доводили до агрессии то это только из-за того что они ну этот человек никак ну абсолютно стена закрытая вот и только нападает только нападает вот словесно всякие гадости у меня видео есть но я не могу это смотреть что мне неприятно у меня видео там есть где-то я там заснят вот это вот все меня спровоцировал этот человек и там еще в Москве один был ситуация там был еще другой мужик на улице у КФС просто там случайный который избил меня еще до этого был момент еще там один парень был который учился с моей девушкой в училище на курсах и он короче я ну узнал что он с ней там как бы они там вместе ну там он писал ей всякие сексуальные сообщения и там они ну что от меня скрылась правда там скрывалась что они там какое-то время ну что они там какие-то у них они встречались там ну как бы дружили там ну мне об этом не сказали ну я не знаю ну в общем я прочитал там сообщения эти сексуальные которые он писал я в ужас был я понял что он а он не был расположен чтобы общаться со мной там моя девушка она просто ушла куда-то я искал я искал ее и я наткнулся на на переписку их и стал ему задавать вопрос ну то есть я наткнулся на его случайным образом там найдя телефон видел что он там я спросил ты не знаешь где она я думал что он знает где она а он начал меня оскорблять а потом я узнал увидел переписку их и увидел что он пишет ей там сексуальные сообщения я был в ужасе я ходил всю ночь плакал я на я ему позвонил я понимал что он не враг что он не будет потому что он закрыт был к разговору и он я ему там накричал в общем оскорблял там ну и потом я и приехал и извинился там я до сих пор это вспоминаю там еще был ну и и и я клянусь что я если когда-то проявлял агрессию то только вот ну вот в москве это было и только после того как меня пережил агрессию как мне сбил один мужик там просто за причёску у меня есть видео я проявил агрессию потому что человек там один вот он просто он был закрыт он не он был абсолютно закрыт и он я попросил просто по-чейски попросил извиниться за то что он там фотвал мою девушку и еще когда она была голая посмотрел на нее ну потому что у меня не было больше никого кроме этой девушки и она у меня как бы единственная и и я очень ценю наши отношения и ну для меня это очень важно и я просто мне было очень как ужасно что он он еще вторгался в наши отношения он критиковал как бы наши отношения вот а для меня как бы они были священные потому что она единственная ну единственная неповторимая была понимаешь я пытался защитить всячески это наш мир вот от вторжения какого-то а так получилось что он посмотрел на нее голый зашел и еще там он когда я ушел как-то он сфотографировал ее и я а она ну ну короче там всякое было и потом я попросил извиниться ну я хотел просто чтобы извинился и все тогда бы я ну я просто я болезненно очень это воспринимал я действительно страдал очень от этого страдал и попросил а он начал гнать на меня ну кричать там и гнать на меня и потом на нас девушка начал гнать и злобно вот так вот злобно прям нас это на нас гнать очень очень злобно прям нас начал поливать там и я вообще долго очень длилась час там или полтора ну я короче нас не получалось просто как будто стена вот когда я всякие вот вы можете понимать что все вот эти вот я вот сейчас понял что вот все вот эти вот события которые писал там они по похожей программе разворачиваются что вот мне плохо в этом доводит отчаяния я прошу как бы это пытаясь поговорить да и меня вот посылают или на меня начинают агрессивно гнать и потом или я молча ухожу да и чувствует потом себя ничтожностью или я меня провоцирую ну я меня спровоцирует на агрессию я и потом меня считают каким-то агрессором или я чувствую потом я вспоминаю эту болезненную эти случаи я причем когда вот меня спровоцировал я потом ну я извинился сразу же я там я при чём написал на бумажке там извините и в дверь сону я когда написал на бумажке извините в подъезде дверь подошел ну и дверь сунул там постучался хотел как бы извиниться и бумажки я услышал и он кричит «Эй где?!» ну короче оскорблял меня я через дверь это слышал а я хотел просто извиниться но и мне не слышал он меня уже не хотел слышать я просто не понимаю почему меня не хотят понять почему меня считают таким злым или жестоким, но я действительно, мне плохо, я стреляю, я действительно не хочу вообще конфликтов, я просто, просто, я не вижу выхода, потому что никто не хочет со мной говорить, они только зломно оскорбляют меня, вместо того, чтобы поговорить, и всякий раз вот это было, и в Москве, и здесь, когда я пытаюсь, ну, просто сказать о своих чувствах, то они начинают сразу нападать от всех, вот этот мужик, который спровоцировал меня, который мою девушку меня поливал, ну, это все, вот все, я могу поочередно все ситуации описать в моем городе, в Москве, которые были конфликтные, там везде одинаково примерно происходило, просто где во многих ситуациях я молча, просто ну, молча все, меня унизит, там, я молча, молча просто уходил, уничтоженный, ну, как обычно всю жизнь было, а вот в этот раз, поскольку это ездил, я там пытался защититься, и меня вот этот мужик избил, который на улицу, в ГФС, там, за прическу напал, а потом была еще ситуация, когда там другой мужик, в общем, спровоцировал, и там выхарщили, там я пытался в Москве вот эту поездку, себя защищать, и свои права, там, и свое достоинство отстаивать, но так как к худшему это было, лучше бы я вообще не ездил туда, я просто понял, что этот мир, он, у меня невозможно в этом, в этом мире, никак взаимодействовать, или меня уничтожают, или я пытаюсь там постоять за себя, там, за свою девушку, агрессию проявляю, и меня делают, сразу же на меня не навешивают, ну, и меня ненавидят еще больше, а я не хотел, просто, я просто не вижу, я просто хотел нормально по человеческой ситуации разрешить, неужели это невозможно понять, и меня самому болезненно гложет все это, неужели вы такие жестокие, настолько садистичные, жестокие, настолько вы бесчеловечные, неужели вы просто не можете понять меня, и просто, неужели настолько этот мир, и я действительно так, ну, действительно, это настолько жестокий мир, я не вижу никакой шанса, что у меня может кто-то понять, и у меня нет слов, я не могу, у меня чувство опустошения, я действительно говорю искренне, действительно, это каждый день, каждую ночь я страдаю и мучаюсь внутри, из-за моего сердца, моего грудная клетка, очень, из-за эмоциональных травм, или всего вот этого, конфликтов, всех этих, как же я хотел бы, чтобы этот мир был, где люди не оскорбляют друг друга, где люди открыты просто к общению, спокойно, где нету жестокости, где не оскорбляют, я клянусь, что я сталкивался, постоянно сталкивался в Москве, и с этим, и я никогда не причинял зло кому-то, кто, ну, никогда, я никогда не причинял кому-то зло, просто так вот, я просто, я просто, вот у меня было один раз, что в Москве, вот я пытался защититься, поэтому я там, в ответ, как бы, ну, отвечал там, никто не хочет это понять, они, мне, меня, я чувствую, что стена непонимания, и никто не хочет меня даже понять, и просто понять меня даже никто не хочет, они просто ненавидят меня, и презирают, или ненавидят, не способны даже просто понять, или почувствовать меня, или просто понять, я клянусь, что меня ужасно оскорбляли, и мою девушку, я заступился за свою девушку, потому что этот человек нас поливал грязью, ужасно, я не знаю, любой бы человек на моем месте, ну, то есть, я, я очень сдержанный, но просто меня настолько довели там, в Москве, я клянусь, меня настолько там довели, в Москве, но я очень сдержанный, что меня настолько довели, и я хочу измениться, вот, я просто, ну, я действительно, я понимаю, что я, ну, у меня нет денег, я бедный, и я, 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 в общем, не могу ничего хорошего этому миру дать, потому что я оказываюсь, в Москве, когда я был, я оказывался зависимым от других людей, там, потому что у меня нет денег, не было денег, чтобы где-то ночевать, и там, и, если бы у меня были деньги, я бы не был, ну, я был независимым, ничего бы не произошло, ну, то есть, мне бы не пришлось у кого-то там, останавливаться, ночевать, ну, я вообще больше не буду, я больше не буду никогда в Москву ездить, и я никуда не буду больше выходить из дома, я же не знаю. Я чувствовал, но это же что-то, это что-то, это не знаю, и яabalка, и я не знаю, я иди сюда, это не знаю, Продолжение следует...